Что такое внешний автоморфизм группы перестановок на шести элементах, группы S6? Так вот, давайте сейчас подробно, чётко всё это сделаем. Я для того, чтобы это сделать, на самом деле расскажу две истории. Одна из историй будет связана с тем, что я задам группу при помощи образующих и соотношений. Итак, задание группы S&M при помощи образующих и соотношений. Когда мы всё это сделаем, после этого я расскажу совсем другой способ, а именно объясню, коротко эту идею я уже выговорил, как вложить группу S5, S6 и девиальным образом, и дальше что там делать. Итак, начинаю с образующих и соотношений. Ребята, группа S&M на самом деле тесно связана с так называемой группой кос артина. Группа кос обозначается обычно BN или BN. Идея такая, первое группу слова «коса». Так вот, значит, в чём идея? Коса – это К. А? Коса – это К. Нет, коса – это Брэйт. Коса. Так вот, господа, смотрите, что такое коса. Представьте себе, что у вас есть несколько точек, и есть нитка, которая всё время идёт вниз. Она может достаточно хитро идти, при этом в некоторых местах она может идти над, в некоторых местах она может идти… Представьте, здесь вот она шла под, а здесь вот взяла и прошла над, а здесь опять прошла под, а здесь прошла над. Возможно, разные варианты. Согласитесь, что в любом случае у вас возникает такая система нитей, внимание, которая, конечно, приводит к перестановке. А именно, если вот здесь вот единица, то она перешла в эту нитку. Двойка на моей картинке перешла… В тройку. Ну, давайте так, давайте скажем вот это, пройдёт снизу, и здесь снизу, и здесь снизу, и здесь будет двойка. Двойка перешла в тройку, четвёрка перешла в шестёрку, пятёрка перешла в пятёрку, а шестёрка в двойку. Согласны? Понимаете, да? Любой косе соответствует какая-то перестановка. На самом деле коса – это намного интереснее, чем перестановка. потому что, когда у вас вот эти вот ниточки закручены, то на самом деле возникают интересные эффекты, что у вас, представьте себе, есть две точки и такая вот штука, да? А здесь по перемене – снизу и сверху. Так, а дальше что? Снизу, сверху. Дальше опять снизу и сверху. Как вы думаете, это можно расцепить? Можно. А как это делать? Если у тебя здесь, представьте себе, какая-то дощечка, и здесь такая дощечка, сможешь ли ты расцепить эти веревочины? Нет. Нет. Ну, заметьте, пожалуйста, это мы так говорим – нет, и очевидно, что нет. Но, вообще-то, это надо доказывать. Так вот, ребята, замечательный математик Артин, и после него огромное количество разных топологов занимались исследованием этих самых косов. И это действительно замечательная ангибраическая наука, но про это я не буду сейчас говорить больше ни на этом слуху. Потому что я это сказал просто для того, чтобы вы не думали, что теория группы, она такая скучная, переставляется, обязательно, конечное число объектов. Даже когда переставляется конечное число объектов, благодаря идее рассматривать косы, бывают бесконечные группы. Группа СН перестановок – конечная. В ней n-экториал элементов. Группа БН бесконечная. Давайте я объясню, какие порождающие у группы кос, и на самом деле они же будут порождающие и в группе СН. Только группы СН были чуть-чуть больше на них соотношены. Поэтому, если у нас есть число 1 и число 2, представьте себе, что есть вот такая вот коса, которая переводит единицу в единицу, а двойку переводит в ок. Давайте эту косу обозначим буквой А. Давайте эту косу обозначим буквой А. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что А-1 выглядит вот так? Почему А-1 является первой первой? Потому что вы можете вот эту веревочку потянуть сюда, а эту веревочку потянуть сюда, и при этом, по сути, ничего не изменится. Правильно? Значит, обратная коса отличается только тем, что выше, где нужно. Здесь то, что идет слева направо, было выше, а здесь то, что идет слева направо, ниже. Вот. Таким образом А в минус первой есть. Хорошо. А теперь представьте себе, если я захочу возвести в минус первую степень и вот эту перестанавливаю. Как вы думаете, что я должен сделать? На самом деле, сентября еще поставить. На самом деле, сентября еще поставить. Я должен здесь поставить ось вращения, провернуть и замечательным образом после этого. Все. Вот. Так что для оста тоже есть обратный элемент и так далее. Какие соотношения? А соотношения будут? Давайте вот это переверить. Мы с вами будем рассматривать заодно с элементом, который меняет местами двойку и тройку. Посмотрите, пожалуйста. Я нарисовал вот этот элемент. Ну, а тройка при нем, конечно, перешла сама по себе. А теперь я нарисую рядом такое же для двойки и тройки. Так. Ну, а единица перешла в себя. А после этого я опять нарисую тот, который меняет местами единицу и двойку. Так. Не знаю. Поняли элемент? Что произошло? Давайте по уровням. Значит, вот этот вот элемент, который меняет местами, давайте его подозначим, тау один. Вот. Лучше не там, лучше B. Обозначим его B1. B за указан. Вот этот элемент обозначим B2, а вот этот элемент обозначим опять B1. Отлично. И рядом я нарисую B2, B1, B2. Господа, мы делаем хитрое. Значит, у нас есть числа 1, 2, 3. Что такое B2? Значит, здесь сверху, а здесь снизу. Единица сюда. Что такое B1? Здесь сверху, а здесь снизу. А здесь тройка в тройку. И опять, что такое B2? Это здесь сверху, а здесь снизу. Так. А теперь посмотрите, пожалуйста, на эти нитки. Они зеркальны? Нет, они не зеркальны, конечно. Они не зеркальны. Давайте смотрим, что здесь есть. Здесь есть вот такая вот нить, которая проходит с максимально левого положения до максимально правого. И она расположена вверху. Здесь есть вот эта нить. Она расположена что? Ниже всего. Ниже всего. Не знаю, видно ли я? Нет, но тут получается центральный синяк. Я пытаюсь объяснить, что где лежит. Вот эта лежит выше всего. Это согласно? И все согласно, что вы поняли совсем простой. Это самое высокое. Выше всего. Это наоборот что? Ниже всего. Ниже всего. Это очевидно? Очевидно. Вот так. А это не соответственно? Посередине. Посередине. Ну, ребята. Значит, у нас одна нить живет на своем грунте. Другая на самом нижнем. А еще есть между ними. Вы понимаете, что это одна нить? Вы можете просто вот эту нитку, которая вторая, провести... Вот эти пересечения, например, представим. Правильно? Не знаю, видно ли это? Вот эту нитку. Берем и проводим вот с этой стороны. У нас фактически здесь есть пересечения. Какие пересечения? Пересечения первой с второй. Вот это. Пересечения второй с третьей. И пересечения первой с третьей. Правильно? Ну, вот представьте. В общем, ребята, я не знаю, как это объяснить, кроме как просто взять в девушку и звонить. Мне кажется, это очевидно. Правильно? Все очевидны. Понятно? Понятно. А что это значит? Это значит, что мы нашли замечательные соотношения. Оно настолько важно, что его называют соотношением ВОС, соотношением АРТИНА. То есть, как это будет называть? Это действительно очень важная штука. В1, В2, В1. Это В2, В1, В2. Для любых В1 и В2. Ну, тут что отребовалось от В1 и В2? Чтобы это были в некотором случае соседние. То есть, В1 переставляет единицу двойку, то есть, В2 двойка тройка. Разумеется, точно так же, если вы возьмете В2, В3, В2, то это будет В3, В2, В3. Согласны? Ну и так далее. То есть, то есть, для соседних БЭШов у вас обязательно будет вот такое соотношение. Заметьте, пожалуйста, если соотношение выполнено для КОС, то тем более оно выполнено для переставля. То есть, вот эти вот равенства обязательно верны для группы переставля. Хорошо. Еще одно соотношение не просто простое, а абсолютно очень непростое. В1, В3 равняется В3, В1. И на самом деле, всегда, когда у вас индексы отличаются больше, чем на единицу, то эти образующие просто коммутируют. Почему? Ну, потому что просто чинят. Посмотрите, что такое В1? В1 это равенство. А что такое В3? Так? Итак, В1 я нарисовал так. Как это умножить на В3? Это, это вот так. Согласны? Вот, смотрите. Вот это В1, это число 1, 2, 3, 4. А вот это на следующем уровне. У меня написано B2, да? Замечательно. А что будет, если я возьму наоборот потребителя? У меня вот это пересечение будет высоко, а это пересечение будет низко. Ну, и замечательно. Делать веревочек путемон. Здесь выше путемон, там ниже путемон. Значит, они коммутируют, когда? Когда разность в x или двойка, или больше. Согласны? Согласны. Вот. А вот теперь вопрос. Какое принципиальное соотношение есть в группе перестановок и отсутствует в группе кос? А вот какое? В1 в квадрате, В2 в квадрате и так далее. В группе кос это не единицы. А вот в симметрической глибке это единицы. Значит, в косах это понятно, что такое проекте в квадрате, да? Вот представьте себе, у вас есть B1, вот такая штука, и вы ее еще раз высуете в B1 в квадрате. Что это такое на самом деле? Это зацепленная веревочка. Ее расцепить нельзя, очевидно, да? Вот. А для перестановок цикл из двух элементов 1,2 разведенный в квадрат, ну, разумеется, 1,2 переставили, и назад переставили. Все это было в искусственной ситуации. Сейчас я объясню, почему вот эти вот соотношения, которые выяснили, действительно полностью задают симметрическую группу. Давайте начнем все-таки не с группы на пяти элементах или шести, а с маленьких элементов. Вот, если у нас симметрическая группа S1, то просто никаких образующих нет, потому что для образующих нам нужно хотя бы два, да, элементика. Поэтому она стоит из одного элемента, все понятно. S2, ну, там один образующий, он по квадрату равняется единице, автоматически, конечно, вторая группа из двух элементов, все понятно. S3 уже интересный. Где образующие? образующие две, три элемента. Представляете, образующие у нас два. Это B1 и B2. Ребята, я напоминаю сейчас, какие у нас есть равенства. B1 в квадрате это B2 в квадрате это Ит. И B1, B2, B1 это то же самое, что B2, B1, B2. Так вот, сейчас я выпишу все элементы, какие вообще могут быть в группе, которая прожгается таким B1, B2. Ну, смотрите, единичный элемент есть в группе, это понятно. Есть элемент B1, есть элемент B2, есть их произведение B1, B2, есть произведение B2, B1, есть произведение B1, B2, B1. Я утверждаю, что на этом список элементов обязан закончиться. Почему? Почему он обязан закончиться? Потому что если у меня есть любое выражение, описанное через B1, B2, то из-за того, что B2 в квадрате равно Ит, и B2 в квадрате равно Ит, можно считать, что отрицательных степеней там нет. Опять-таки, из-за того, что они в квадрате равны единице, слишком большого количества букв там тоже не будет. То есть, пожалуйста, букву B1, которая два раза встречается, мы ее можем сразу зачеркивать. значит, мы просто берем любое слово, которое состоит из чередующихся букв B1 и B2. Но если в нем слишком много, слишком много, слишком длинное, например, представьте себе B1, B2, B1, B2, B2, то смотрите, что я могу сделать. Я могу взять, заменить B2, B1, B2 по соотношению на B1, B2, B1. И B1 в квадрате сказать, что сокращается, получается, слово более короткое. Вот и все. Посмотрите, кто-нибудь может предложить слово, кроме вот этих шести? Не могу. Все. Значит, я доказал, что в группе не более, чем шесть элементов. Так, интересно. А вдруг при помощи этих соотношений я сумею доказать, что на самом деле там даже не шесть, а там, скажем, один элемент. Или два. Вдруг еще есть какие-то соотношения. Ответа нет. Потому что если взять в качестве B1 перестановку 1, 2, конспозицию, да, 1, 2, а в качестве B2 взять транспозицию 2, 3, то они удовлетворяют эти соотношения. А в симметрической группе на трех элементах перестановок шесть штук. В смысле понятен? Вот, замечательно. То есть я только что доказал, что симметрическая группа S3 порождена буквами B2, на которые вот такие вот соотношения. Ребята, вообще, кому интересно, зайдите витепене. Прямо напишите, задание групп про образующие соотношения. И вы там увидите довольно большое количество разных групп, которые можно задавать при помощи образующих соотношений. Разумеется, я не собираюсь сейчас вам рассматривать много примеров. Я конкретная вещь, симметрическая группа, но с другой стороны очень даже самим будет интересно посмотреть, доказать, что там такая группа действительно описывается такими соотношениями. это вполне интересно. А мы сейчас переходим к группе С4. В ней абсолютно понятно, что три образующие. И давайте поймем, это на будущее будет важно, потому что нам уже нужно для любого доказать. давайте поймем такую вещь. У нас сейчас есть образующие В1, В2 и В3. Правильно? Так вот, пусть сначала у нас В3 отсутствует. Тогда сколько всего вариантов? Понятно, что 6? Или непонятно? Господа, если В3 отсутствует? В3 отсутствует? Давайте, я боюсь, что никто все-таки еще не понимает до конца. То есть какие обработающие? В1, В2, В3. Они в квадрате равны или нет? При этом соотношение косы В1, В2, В1 это В2, В1, В2. Точно так же В2, В3, В2 это В3, В2, В3. И еще, что я забыл? Абсолютно верно. В1 и В3 и В3 хрутируют. Вот это уже полная система соотношений. Моя цель сейчас доказать, что если в группе есть такие соотношения, то количество элементов не превосходит числа 24. Объясняю, почему это будет победа. Потому что 24 перестановки на числах 1, 2, 3, 4. Если нет В1, то В2 и В3 у нас 6 приставок, если нет В3. Сейчас уберемся. Сейчас уберемся. Мы уже разобрались с В3, поэтому если не использовать образующую В3, то сколько будет всего вариантов? 6. 6. Замечательно. Но представьте себе, что мы взяли какой-нибудь из них и написали после него В3. Ну, я не знаю, к примеру, вот в В1, В2 и написали В3. Сколько таких вариантов? Поможи, на 100, что в 6. Разве нет? Так, понял. Понял. Народ как-то совсем уже освоял. Народ уже совсем освоял. Я начинаю писать. Я начинаю написывать 15. В группе С4 есть такие элементы. Во-первых, И, В1, В2, В1, В2, В2, В1, В1, В2, В3. А также у меня есть элементы В3, В1, В3, В2, В3. В1, В2, В3. В3. Это кажется свечной. Я каждому приписываю букву В3. А, нет, здесь В3 не было. Здесь был В2. В1, В2, В1, В3. Замечательно. А что еще можно писать? Вот, например, могу ли я после буквы В3 приписать В1? Как вы считаете? Нет, конечно. Потому что если я припишу В1, то В1 на В3 мутирует, я могу В1 внести внутрь. А все, когда В1 внесено внутрь, я уже написал. Поэтому В1 сюда писать нельзя. А могу ли я сюда еще написать В3? Просто В3? Нет. Нет, потому что В3 в квадрате работает. Значит, какой вариант ты еще могу написать? В2. Только В2. Без квадрата. Я могу написать только В2 к каждому из этих слов. В1, В3, В2, В2, В3, В2. Ну и так. В1, В2, В3, В2, В2, В1, В3, В2. И, наконец, В1, В2, В2, В1, В3, В2. Так, теперь такой вопрос. Еще справа могу я приписать В2? Нет. Нет, потому что оно сочетается сразу В2. А В3? Нет. Объясняю, почему. Потому что я припишу В3, то В3, В2, В3 можно будет преобразовать в В2, В3, В2. А все с В2 до этого уже было, и поэтому у меня все с день свиньше. Значит, значит, что можно сюда еще написать? В1. Понимаете? Только В2. Получается В3, В2, В1, В1, В3, В2, В1. Вот здесь не буду писать. И самое последнее В1, В2, В2, В1, В3, В2, В1. Замечательно. Вот их 24 штук, 4 строчки в каждом по 6. Теперь думаем, бывает ли еще? В1 переписывать нельзя. В2 можно переписывать? У нас сработает В2, В1, В2 преобразуется в В1, В2, В1. Понимаете? И В1 переставится с В3. И дальше упростится. Значит, В2 нельзя. В3 можно сюда приписывать? Нет. Если бы мы его сюда приписали, то оно бы перешло через В1 и В3, В2, В3 сработало и стало меньше в качестве В3. Значит, сюда уже ничего приписать. Все. Все 24. Все 24. теперь давайте подумаем, а что будет при переходе от 24 к следующему. При добавлении следующей буквы. При добавлении буквы B2. Ребята, все будет ровно так же. Я вынужден буду сначала выписать все 24 минуты. Может, я не буду до каких-то 24 выписывать. Дальше к каждому из них я должен буду справа приписать B4. После того, как я приписал B4, я смогу приписать еще B4? Нет. Смогу приписать B2? Нет, потому что она коммутирует. Смогу приписать B1? Нет. Что я смогу приписать? B3. 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 ребята, будут строчки следующих типов. Будут строчки следующих типов. у нас будет какой-то элемент из перестановок на четырех элементов. Будет такой элемент и после этого B4. Будет такой элемент и после этого B4, B3. Такой элемент после этого б4, б3, б2 и такой элемент после этого б4, б3, б2 и б1 вот и все это же как раз 5 строчек в каждом по 24 элемента а б4 можно? что? почему нельзя перед строчкой? перед с 4 поставить перед b1, b3, b2, b1 ничего не пора давайте я еще раз повторю, что мы делаем мы рассматриваем всевозможные слова составленные из букв b1, b2, b3, b4 и смотрим слова мы рассматриваем всевозможные слова составленные из букв b1, b2, b3, b4 и смотрим до первого до первой буквы б4 понятно, да? да, и разумеется каждое слово мы при этом записываем в наиболее кратком виде. Почему? Когда мне удается сократить слово, я говорю, что уже всё. Потому что понятно, что у каждого слова есть какой-то наиболее краткий вид его записи. Может быть, мы его не знаем, так как я не говорю, что мы его так можем сходно написать, это легко, но, в принципе, он есть. Мы считаем, что мы выписываем эти слова в таком вот порядке. Вот здесь, когда мы смотрели B3, B3, то есть там тоже B1, B3, B2. Да. Ещё раз мы рассматриваем сначала. Все слова, вот скажем, как мы здесь делаем, все слова составлены B1 и B2. Их в тринфеле всего 6 штук. Это мы уже знаем. После этого говорим, что тут появляется новая буква. Новая буква B3. Дописываем её. Всё понятно? Да. В случае, когда B3 в максимально левом положении, у нас здесь есть, вот B3. К id приписываем B3. Да, вот ситуация, когда B3 максимально слева. Нормально? Мы тоже смотрели. Понял? Да. 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 zuk